Долг, потому что у них всё время больше и больше и больше Кришны служит. И Кришна, получается, постоянно у Него долг только растёт. Каким образом этот долг может выплачиваться? Они сами никогда ничего не попросят у Кришны. И поэтому Кришна сам просто следует за ними, чтобы пыль, который поднимается с листов, она оседала ему на голову. Таким образом он восполняет свой долг. Таким образом он почитает их. Они же не примут у Кришны это поклонение непосредственно. Когда если будет Кришна их почитать, они этого не примут. Поэтому Кришне приходится украдкой сзади идти, чтобы пыль брать со своих преданных на свою голову. Понятно? То есть означает, что где-то не было преданных, что Кришна чистая, когда Кришна сам лично там сидит. Там ещё история была, когда у него голова болела, он педалит. Да, вот по той же самой причине. Я настолько чувствовал себя долг перед Браджавасей, чтобы прославить их. Что ты говоришь? Он сказал, что есть история, когда Кришна взял бас в брус в брус в Браджавасе. Я говорю, что Кришна был так вреден к Браджавасе, что чтобы его glorify, он получил эти славы. Кришна взял бас в брус в брус в брус в брус. и так далее. Вишнана Чакаратагура говорит, что очень хорошая вещь, почему даже Krishna хочет дать воду. Он говорит, что Krishna — это биша-жатия-сур, и девотый — это асре-жатия-сур. Krishna — он не знает, что девотый — он не знает, что это Абхахаха, он реально счастлив. Он реально радует Кристо, но что он реально радует, что он реально счастлив. За это биша-жатий — это честный, что это даст блуз. Он гражданский, погнали в Милюшру. И поэтому он ничего не знает, что Арабхаха находится в Милюшру. Я хочу threatитьough на это. Адрамарда Прасад и Бхактимана Тхакура говорит, Суддабхаката-чарна-рену-бхажана-анукуля. Таким образом, деботи-фуддашрит очень-очень мощный. Таким образом, даже Кришна хочет фуддашрит от деботи. Бхактимана Тхакура, без бхакти, он тоже не может релизировать этот бра-дж-рас-радхараник-прин. А преданные наслаждаются тем, что они служат Кришне. То есть счастье Кришне попадает под категорию вишая, а счастье преданных имеет другую природу, оно попадает под категорию ашрая. И Кришна хочет сам попробовать на вкус это, что же он видит о том, что преданные его испытывают. Он очень счастлив от их взаимоотношений, но он видит, что преданные они в миллионы раз более счастливы, чем он. Поэтому он сам хочет попробовать, как это быть в ашрае-татве, как это служить Кришне и при этом испытывать огромное счастье. И именно поэтому он и собирает пыль со стоп со своих преданных. Почему? Потому что эти три вещи даруют бхакти. То есть для того, чтобы испытывать счастье, для этого нужно иметь бхакти. Бхакти, то есть именно с точки зрения ашрая. И для того, чтобы обрести бхакти, нужны три вещи. Это пыль со стоп, преданных у кого есть это бхакти. Вода, которую мы вали стоп, у кого есть бхакти. И остатки пищи, преданных у кого есть бхакти. Если, например, кто-то принимает эти три вещи, то у него появляется бхакти. И вот поскольку Кришна хочет это попасть, поэтому он и собирает пыль со стоп преданных. Поэтому он приходит сюда, он хочет прийти почувствовать, что рода ранее испытывает. И к ней тоже так. Хорошо. Понимаете? по кости, ну Lewisma хвачьи и поз déb regime! Кто понял ее, кто unload? Они хвачьи. Понимаете? Нарайана, Вы понимаете? Пойдем ли Вы снова притягивается? Так вы перескажи это. Как собака, понимай, нечувствовать могу. Нас на ранее перескажут. Кришна видит, как преданные Ему слушают, и что вот этого они изготавливают огромное счастье. Но Кришна, так как мы положение душаем, то есть Он объект наслаждения, а Его преданные — это ашрай, то есть они обидят. То есть те, кто дается служение, и благотворяющий Кришну. И когда Кришна удивляется, ему непонятно, что чувствуется как преданное, когда Ему служат, какое счастье они испытывают. И поэтому Он ходит за преданными и собирает пыль своих слов, чтобы как-то понять их настроение, и служение. И вот сказано в Священописании, что необходимо три вещи, чтобы появилось в акте сердце преданное. это тельце, что преданное, вода, которую омывали, из-под чистого преданного, и остатки печени. и остатки печени. И все, что происходит, что-то есть. И все, что происходит, что-то есть. И все, что-то бывает. Продолжение следует... 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 Двура обозначает сладость, то есть это не просто возможное место. Сам Господь говорит, что это земля сладости. Почему сладости? Потому что там нерожденный Господь совершает игру рождения и совершает свои сладостные игры, поэтому эта земля преисполнена сладостью. Да, в России одна из Пури. Здесь семь Пури. Айодхиya, Матхура, Майя, Касри, Кань, Чи Абатя. Это семь places. Очень, очень холи. Там семь places. Однако, над всем place, настолько это не так, что это не так, что это не так. Как можно говорить в Мадхура-пуре, в Мадхура-пуре? Что такое пуре? Что такое пуре? Что такое пуре? Что такое пуре? Айодхи, Качи, я не помню. Что такое пуре? Качи, Качи. Качи, Качи. Да. Кто-нибудь помнит, что все пуре в Мадхура? Но мы не знали, как можно было пуре в Мадхура. Да. Что такое пуре? Что такое пуре? Это другие пуре. Они очень редко упоминают все службы. Что такое пуре? Как вы думаете? Хорошо. Один из Айодхи, затем из Мадхура, второй из Мадхура, Мадхура, то есть Кащи. Как Civic. Не, не, не. Это Дварака Пури. Пури означает, что Лорд Рождествует. Семьи Пури, почему Лорд Рождествует? Он очень благословен. Почему Лорд Рождествует? Пури означает, что Кришна, в своем доме. Итак, это семь Пури очень важно. Матхура Пури, самый главный Пури. Когда Матхура Пури, можно сказать, что Кришна, О Каси, Матхура Пури, когда Матхура Пури приходит, он говорит, что Амбрилла, это с мужчиной. О Айудья, Вы приходите с шамаром. Айудья Майя, Вы приходите с пьян. Другой человек говорит, что вы берете бетель, и кто-то говорит, что вы берете воду, и вы берете воду. Поэтому, когда Матурапури приходится, все Пури, они десерпят Матурапури. Поэтому Матурапури очень высоко. Шарупа Госвами, когда описывает эти славу Матхуры Деве, Матхура Пури, он в красивом стихе пишет, в котором говорит, «Ой, Канчи, тебе надо зонтиком держать над Матхурой. Сейчас придется царицам Матхура, держи над ней зонтик». «Ой, Майя, не секрет, подушку для сандалии в Матхуры». «Ой, Айодхиа, ты омахивай Абхала». И всем остальным шестерым досталось, кто воду подавал для Матхуры Деве, кто омахивал ее, кто... Бетти, кто подавал...» Да, поэтому Матхура рассказывает, что Матхура настолько благословен, рассказывает, что Рахатри Екатибасана, Hare Bhakti Prajaya. Это означает, что если только одна ночь, кто-то в Матхура, то Матхура – это кришна-бхакти. И если только одна ночь, кто-то в Матхурабуре. Матхура настолько могущественно, что если человек хотя бы ночь проведет в Матхуре, то он получает уже Кришна-бхакти за одну ночь. И это Матхура-бхури, вы знаете, рассказывает какую-то специальность в Матхура-бхури. Какая-то специальность в Матхура-бхури. Но что это специальность? Ну, специальность в том, что если кто-то из-за каких-то оборудов, то помнит Дхаму, то все оборудование. Все Ärма-бхури, но если кто-то будет в Матхури, что неander, что Cadaщи-бхури, то есть тяжело движение с Божрали, с фондой, в такомuish, но если что-то, если кто-то из Матхура, что-то из-за Матхура, или Матхура парикама, У Матхуры есть одна особенность, если туда приезжает человек, то он искупляет, получает искупление за все свои грехи, которые он совершал до вне Матхуры. Но если человек начинает грешить в Матхури, то вот эти грехи уже очень-очень сложно будет искупить. Они уже будут чрезвычайно трудными для искупления. Они говорят, что если это Матхура-буре, то если вы имеете отношение в Матхура, то вы не сможете идти в Матхура-буре, то вы не сможете идти в Матхура-буре. Что получается у Матхура? Если он не забирает, то если он їсти в Матхура-буре, то они живут в Матхура-буре и пришли в Матхура-буре. Если у겠어요 combat вы с personsل, то есть его конец Auto-бized во Матхура-буре, то есть у пуп viennent. Если имплетевалasmана, то все꺼�ынес、 все оказалось до этого Матхура-бурёса. То есть у свою боль�, то сдавons вот конanca, его оказывали кр palette. Что касается отношения, Мадхури? Если какие-то женщины приезжают в Мадхури, они будут в Мадхури. Если кто-то умирает в Мадхури, он искупает свои грехи. Если кто-то умирает в Мадхури, он искупает свои грехи. И что еще? Если кто-то берет браманический шнур, то искупает свои грехи. Понимаете? Понимаете, Гуруда-радч? Итак, от Нарани Мадхура остался в Мадхура. Он stayed в клан-мадхури. Он был в Мадхура и дел садзан-бхажан к тая, от Гуруда-радч. В моих местах он остался в многих местах, но он остался в Мадхура, за длинный период он никуда. И у Екси Марма Гуруда-радч-пракия, И then Kesava Swami Maharaj came to place in Mathura, to stay in Mathura and preaching there. So our Maharaj very long time was doing Sadhana Bhajan there. And your Paramgurda was doing Sadhana Bhajan there. And Bhaktivedanta Swami Maharaj also, he also took sannyas, he was there, and many days stayed in Mathura temple. He gave his clothes, his smile put in some little heart, sound. Там он жил больше всего, там место его баджана, баджанастаня. И Бхактиведанта Свами, Махарач, он тоже совершал свой баджан Матхури, он приезжал в Матхуру, там же он получил саньясу и тоже долгое время жил в краме, в Матхури. И Парам Гурадев тоже там совершал баджан. So, Матхура is the very, very glorifying Матхура. Yes? Пласи Матхура, Devi, Ki, Jaha. Пласи Матхура, Пури, Ki, Jaha. So, our all Parikrama, this Brajmandala Parikrama, this rule, Brajmandala Parikrama, Или что четвертый день в Бръжамандалу парикама? Кроме и топлива. Делавая парикама начинать в Матуре. Кто здесь в Бръжамандалу парикаму? Прид это нужно для Летрства. В�храмадхат, кресла-дресла. В Летрстве-дресла, который берет Ачмана. First они начинают на Санкалпа. И дает эфрема на Матуре. И они начинают гостей к тему Бхудресwarу Махаде. Иван Сива, Bhutasvara Mahadeva. Это правило, когда вы начнете в этот парикрамм, в первую очередь Ачаманту, Санкалку, Матхура, это Бишрамдхад, и возьмите в ответ к Bhutasvara Mahadeva. Почему? Потому что он защищает дхам. Без его ответа, никто не может входить в этот парикрамм. Поэтому это правило. Надо начинать ее с посещения Матхура, Матхуры Бури. То есть нужно первым сначала принять Ачаман в Вишрамгаде. Это место входа в Ямуну, в Матхури, где Кришна отдыхал. Принять Санкальпу или обет, клятву на совершение правильной всей парикраммы. Потом важно прийти к Bhutasvara Mahadeva, для того, чтобы попросить у него разрешение. Потому что именно он является покровителем Матхура Манталы. Один из образов Шивы, который совершает покровитель. И без его разрешения невозможно совершить правильную в Раджа Матхури. Пере gang, который встретил припоследного ментального парикрамма. Он разрушил что если этого парикрамма не дан wired, то есть из сл Runcова всё количество положений. Почему он так сильно прославляет Вриндавану, почему он так сильно прославляет Вриндавану? Вы можете продолжать говорить о Вриндавану, почему Вриндаван дхам очень благословен. Вы можете говорить о Вриндаван дхам? Да. Вы можете говорить о Вриндаван дхаме. Он описывает градацию дхам, начиная с Мадхуры. И прославляет Мадхуру Вриндавану по возрастающим. По-моему, это шло в Вриндаван, Каджанитова, Барама Тхури, Татрая Берасоцова. Девятое шло в Шрию Панишаме. И описывая Вриндаван, то есть Шри Рупа Гасаби, он говорит, чем славен? Тем, что Шри Кришна провел множество своих игр. Ну естественно, во всем Врадже Шри Кришна проводил игры. Дальше за Вриндаваном стоит Барам Храм и в итоге Шри Рупа Гасаби. Когда мы совершаем Парикраму, то есть после Мадхуры, который начинается Парикрам, как мы хорошо сказали, мы продолжаем Парикраму по Вриндавану, то есть по основным главным храмам Вриндавана, по местам, по таким местам, как Кали-Кали-Гат, потом мы идем на место, основные Мадхары, как Мадан-Махам, Гавиндаш и так далее. То есть одни из самых сокровенных мест, в том числе и Саба-Хунша, расположенные во Вриндаване. То есть мы знаем вот сердце Гуру Дева, это вот Саба-Хунша, который изображен на картине. То есть множество очень возвышенных мест, то есть Вамше, Вад и других, где место, как называется, раса исхади, то есть место, Игорь Господа Кришны с Враджи Годи. Так и стараться. То есть в этом вся слава, Приндаван в том, что Шри Кришна проводил, то есть это Его обители, то есть Он пришел когда, пять тысяч лет назад, Господь Кришна, Он не зашел со Своей вечной обители. Наaren, этих, живых, есть ключевый очистительств, Прежде всего, я придашу поклоны Шрил Груделу, потому что он является обителью всех божественных и благоприятных качеств. Также придашу поклоны всем преданным Машнам. Гуру Махарад попросил мне рассказать про Вриндаан. Вриндаан — это... Слава Вриндаана не имеет границ. Это безграничная слава, потому что это место, это единственное место во Вселенной, не просто на Земле, а во Вселенной, где родился Господь Кришна. И я мечтал, я давно мечтал побывать во Вриндаане. Ну, на самом деле, все должны мечтать побывать во Вриндаане. Ну, потому что Вриндаан — это место начала, это то, откуда все начинается, откуда все проявляется, откуда проявляется все миры, проявляется в Вриндаану. И это место, конечное место, куда все возвращаются. Ну, те, кто обладает такой сварупой, Вриндаанской сварупой. Поэтому это место не просто в рождении Кришны, это место также, это наше место, это место, где, ну, я надеюсь, когда-нибудь смогу родиться или смогу жить во Вриндаване. Два места на Земле, они, кроме этого, Вриндава, ну, не просто это как место, это сам, это сам Кришна, это сам Господь, который проявляет, сам Бадея Прабху, который проявляет себя как обитель, как обитель. И перед тем, как прийти на Землю из духовного мира, Господь проявляет на Земле место своего пребывания, духовное место, трансцендентное место. И как раз это место является Вриндавой. В Бхагадгиде Кришна говорит, Моя обитель человечества, то есть Он говорит, я прихожу в образе, я рождаюсь среди людей, я прихожу на Землю как человек, и люди являются как, ну, как среду, где я, где я проживаю. Каждый из нас, Он получил такое же тело, как у Кришны, за некоторыми исключениями, потому что у Вас тело материальное, Его тело трансцендентное, но мы полностью подобны Ему по своим качествам, ну, по своему внешнему виду, там, руки, ноги, то же самое, что у Кришны. Поэтому Вриндаван, это просто невозможно даже до конца описать слово Вриндавана, потому что это место, ну, это место высшего экстаза, высшей любви. Это место, где, место, которому поконяются все, все святые, все святые места, все святые реки, все святые мудрецы, они поконяются Вриндаваном. И для того, чтобы вернуться во Вриндаван, для этого нужно обрести настроение любви к Вриндавану, настроение любви к жителям Вриндавана, и, ну, об этом надо, как, мечтать, мечтать, это должно стать мечтой. Ну, само слово Вриндаван, оно, ну, слово Вриндаван, оно, как сказать, оно полно сладостей, очень глубокое внутреннее содержание, поэтому... Я рад, что пробывал в Вриндаване, но я хочу тоже туда поехать еще на карте, чтобы пройтись по его, по этим святым местам, чтобы получить духовный заряд. То есть, когда мы приезжаем во Вриндаване, когда к нам приезжает Садфа, мы получаем тоже такой же заряд, как во Вриндаване. Потому что святые люди, Садфа, они пропитаны настроением Вриндавана. Поэтому слава Вриндавана, она даже докатилась до Костоярска. Вот приехали представители Вриндаваны, которые про эту славу нам рассказывают. Клик, Бриндавана. Кто хочет рассказать Вриндаване? Кто хочет рассказать Вриндаване? В этом Вриндаване? Прекрашивает Бриндавана, что не есть возможно ехать Вриндаване. Это очень сладкий город. И здесь, все, кто хочет, чтобы идти. У меня уже были. Эти картики будут идти. Вриндаван переводится как лес Вринды. Славен он тем, что в нем Кришна проводит свои сладостные игры. И, например, вот в месяц Картика там собираются миллионы-миллионы, и они являют вместе с Кришной свои игры. На самом деле, как считается раньше, не было такого городка Вриндаван, а были леса, кунжи, берега, золотистый песочек, лимуна. И, как бы, Кришна, мы знаем, где Он живет, совсем в другом месте, Радха в другом месте. И вот они встречались и являли свои игры. Сейчас, да, со временем там уже начали обустраиваться люди, приходить туда, святые люди, совершать баджан. Мы не святые, нам тоже по милости Шри Гуру Ивашнаву удается прийти туда, получить какую-то крупицу милости. Ну, есть хороший баджан. Я, говорю, приду во Вриндаван и не буду бродить по Вриндаванским улочкам. Так что вот такое настроение можно получить. Махарадж привозит нам такое настроение. И я, как бы, хотел бы тоже поехать, вот, по примеру, в Ядва Прабу. В Вриндаван. Пропитаться настроение. Да, пропитаться. Как в лапжану пропитаешься, не будешь там. Ну, вот, если получится, поверьте. Да. Все, спасибо за внимание. Как вы? Как вы? Нарай, ты хочешь говорить? Нирмала. 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 Хорошо. Если я пошел, то я могу. Все, что, все пытались говорить о Гурдеме, может быть, сегодня, на вечеринке, все пытались говорить о Гурдеме. Махарай сказал, что подготовьтесь, потому что вечером в один из вечеров будем прославлять Гурута Иван. Хорошо? Hare Krishna. Думаю, что Шри Санатана Басвами, когда Он делает Глори в Бриндаван Дхам, Он стал очень счастлив. Поэтому два раза Он говорит, что «Jayati, Jayati, Бриндаранна метадмураре». Думаю, два раза Он делает Глори. «Jayati, Jayati» Он стал очень счастлив, очень счастлив, и очень благословитель. Поэтому два раза Он говорит, что это Глори в Бриндаван Дхам, «Jayati, Jayati». Он говорит, что это два раза Глори в Бриндаван Дхам, «Jayati, Jayati». «Ингали на трёх в Бриндаван». Продолжение следует... 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 То есть Радарани передала во владение свой лес своей подруге Вриндадеве. И что же обозначает также Вриндавана? Состоит из двух составляющих Вринда и Авана. Вринда обозначает преданных, группа преданных. Авана обозначает место под защитой. То есть там, где Вриндаван — это там, где преданность под защитой Вриндады. Да, и Вринда обозначает, Вринда, meaning Бхакт Вринда, аванамини, если Радарани sees the преданных датчиков Вриндаван Дхам, если кто-то хочет Вриндаван Дхам, то без боли Радарани, кто-то может оставить Вриндаван Дхам. Только если Радарани делает боли, кто-то может оставить в Вриндаван Дхаме, то есть это место, в котором сама Радарани зависит от преданных, которые так живут. Мага Раджи объясняет, что в Вриндаване невозможно принять прибежище жить без милости Радарани. Вриндаван Дхаме говорит о том, что Радарани из собственного сердца в Вриндаван Дхаме Радарани из собственного сердца. Вриндаван Дхаме говорит о том, что Вриндаван проявился из сердца Радарани. Точно. Вриндаван. Что вы говорите? Что вы говорите? Как это сердце Вриндавана? Вы говорите мне, пожалуйста. Вриндаван Дхаме от сердца Радарани в сердце Радарани. Что вы говорите? Вриндаван Дхаме Так immortal говорит Продолжение следует... 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 В этом Бриндаван-дхаме есть Сива. Сива, он говорит Парвати. И Ср. Ананта-дев, Вишну, Маха-Вишну, он говорит к Ананта-деву, Парвати., висновPE. И это бриндаван-дхаме не тени Арнаки-дхаме. Способ wanna go space? Бриндавана-дхам, then himself, Вишну, he glorifies to this Бриндавана-дхам, telling, О Анатадев, Бриндавана-дхам is not Адинаддхам. You want to go? This is not Адинаддхим. Himself, I also cannot go to there. Карнадасаи, Кардасаи Вишну, Гарбада-саи Вишну, they also did not go into this Бриндавана-дхам, you know. Now, if you go to Бриндавана-дхам, you are going to Bell One, you know, Bell One. Still now, like me, doing very great austerity. He left this, Бриндавана-дхам came to earthly planet, out of Yamuna, she doing very great austerity. She also won't enter this Бриндавана-дхам. Himself, the Siva, you know, he became form of a poppy. Still now, now, became gatekeeper, you know, Chogida. Brahma, he was food dust of this abhorgenic ladies, you know, the lawyer-cast lady became stone out of a door, you know, became stone. So, so this is Bhrindavan-дхам, he is in the inner dhama, this is Bhrindavan-dham. He says, how great this place is Bhrindavan-dham. He says, how great this place is Bhrindavan-dhama. Пока она ещё этого не может. Там сам Господь Шива, привратником, у брата Вриндавана находится, служит, он тоже не может попасть в Вриндаван. Там сам Брама мечтает, возносит молитвы, для того, чтобы обрести пыль со стол девушек, лесных девушек, лесных жителей. И поэтому он мечтает стать камнем, который они будут вытерять ноги. Настолько это возвышенное место. Then, what I tell you? Tell you, I have anabdavad, Vishnu, Vishnu, tell him. Ah, до этого Махараджи говорил, что в Шива каким образом описывает славу Вриндавана. Однажды он начинает рассказывать историю. Однажды Ананта-дэв пришёл к Vishnu и попросил, я тут все дхамы уже посетил, и мне тоже хочется посмотреть ещё в Вриндаван. Во Вриндаван у меня не получается только прийти. И тогда Vishnu говорит, даже я сам, даже у меня нет такой возможности посмотреть и посетить Вриндаван. Что говорит у меня? Нету этой возможности ни у Гарбха да Хаша и Vishnu, этого не может даже Каран да Хаша и Vishnu. Он никогда даже не может получить дальше в Вриндаваны. А ты удивляешься, что ты туда не можешь попасть. Для того, чтобы туда попасть, нужно особый метод. И потом он рассказывал о том, как нужно в Новодибе принять приберующий Усаки. Только так можно попасть в Вриндаван. Болоси Вриндавана Дха Макия, Болоси Сачинандана Гаур Хари Хи, Нитайи Гаур Преамананде, Субтитры создавал DimaTorzok 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 к Праягу, на поклон, на Даршин и приносить свою дань. А Праяг был недоволен. Он говорил, что все священные земли, как священные земли. Вот только один Вриндаван ко мне тут не появляется. Ни одна река Вриндавана ко мне не появляется на Даршин. Ни один, говорит, жалкий колодец ко мне приходит из Вриндавана. И он настолько ничего не мог с этим сделать, пошёл жаловаться Крышне. Он пришёл к Крышне и сказал, что, Крышна, зачем мне это положение такое униженное? Ко мне все приходят из Вриндавана, даже колодец какой-то несчастный ко мне не приходит на поклон. И тогда Крышна сказал, я же, говорит, тебя сделала царём. Кто тебя сделала царём? Я. Это же не значит, что тебе сделать царём над своим собственным домом. Он говорит, Вриндаван — это мой собственный дом. Каждый колодец там — это мой собственный дом. ты ты царь над другими Дхамами, но не над Вриндаваном. А потом что? А потом что я сказал? Он от хью гадакинь, но не в Вриндаванах. А потом то, что я сказал? Так что Кришна говорит, что даже одна пылинка Вриндавана Дхама может сотворить миллионы, миллиарды таких, как Ты, всех других священных семей, и Вайкунхи, и Айодьи, и всех остальных. Именно da guy Т Estова еще раз говорит, я говорю про Приндавана Дхам, и Вайкунхи потер radius Бский шей, Вайкунхи боди в виде головного, ограничен pidлительства, медленный, м придется第二, медленный дерево, помuceильный . Расик Хан, великий поэт Ваишнав, Расик Хан, великий поэт Ваишнав, говорит, что Бриндавана Дхама такая слава, немыслимая слава, невообразимая слава. Там даже каждое дерево, каждым своим листиком поет рады, рады, рады. Да? Радхарани, бриндавана Дхам, нитай гур preма дна Де, Ари Ари, Ср. Гор Дхам, говорит, что Бриндавана Дхаме так далее, что Бриндавана Дха, говорит, что Бриндавана Дхама. Прославляя Вриндам, вон там дважды урожает восхищение, джаити джаити, он говорит. Хорошо. Итак, вы знаете, там есть еще место, где Раскан рассказывает. Бейдамедхунда, Пуранангайана, Чаричовед, Чавдикайана. Терат, Херат, Харик, Парок. Он рассказывает, Так вот, если у него был, я так толся, не сталкивается, что Раскан. Но я не found out что Раскана. Но когда он сказал, он сказал, о Кристое, о Кристое, о Кристое, о Кристое, он скажет, что Раскан, я отрел. Я не забыл, но я нынешно признает этого Кристое. Но где я появился Кришна? Но когда я появился Бриндаван, я появился в очень положении. Я появился в Себа-Кунж. Я видел это Себа-Кунж. Он возникает в сердце, когда вы появились, он был в паилотраат, когда я видел Себа-Кунж, Кришна, он был месец к Шрам Натирадарани. Он был месец к Шрам Натирадарани В этой позиции я пришел к парам-брамасваду, это название Себа-я, это означает, что весь мир обращается к Богу, вы знаете, Брахма, Санкар, но Кришна обращается к Сримати Радхарани. И только, когда я пришел во Вриндава, я его обнаружил. Где? В Сева-кунже. И что он там делал? Он там массировал Стова-шивати Радхарани. То есть, какой бы ни был Кришна, которого невозможно было найти, он там еще и совершал служение. Радхарани еще выше, чем он. Хорошо, Радхарани ки! Радхарани! Когда вы идете в Вриндаве, вы не видели, что человек, чтобы честно, Кришна, Кришна, все говорили Радхарани, Радхарани. Что они говорят? Радхарани. Что они говорят? Радхарани. Все говорят Радхарани. Вот, почему они там Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, 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 нет. У нас только половину часа, чтобы принимать прасаду, и тогда мы сможем... После половины часа все вкусно? Нет, после половины часа мы должны уйти от этого места, и мы должны принимать прасаду. Итак, Вриндаван Дхама — это особое место, где сам Господь совершает свою самую чудесную божественную игру, совершает танец расы. Только во Вриндаване он мечтает попасть в Шива и не может. Он мечтает там быть одной из Враджи Гопи, но у него ничего не получается. Только во Вриндаване Кришна играет на флейте, и нигде более. Итак, Вриндаван Дхам имеет огромную славу, мы будем слушать сегодня вечером. Хорошо. Итак, вы можете сказать, что у вас есть какие-то проекты, для того чтобы обучить печать на интересы, потому что у вас есть какие-то проекты. У вас есть какие-то проекты и имеют исследования. Вы хотите посмотреть на интересы в интересах. Вы должны принимать новые проекты, которые получают очень хорошие проекты. Можно сказать, что можно заснять. Сегодня, сегодня, люди, в вечерах, могут показать что-то. Некоторые люди не хотят, но они не хотят. Если вы не хотят, то они не хотят, то они не хотят. Они хотят сказать, что это не так много. Поэтому, я думаю, вы хотят интересовать, вы можете назвать им там, и вы получаете специальный класс. Я думаю, это есть специальный класс. Внутри муни и ливни. Может быть, это не так. Вы можете взять время, специальный. Я думаю, это очень важно. Может быть, в моем месте. Может, кто-то может приехать в моем месте, и я их показал. Окей. У нас есть новый материал для того, чтобы давать красивые, хорошие лекции для аудитории. для новых людей, к которым очень привлекается много людей. Абсолютно новый материал. И Махараджик просит, если я буду показывать для всех, то не все занимаются проповедью, не всем будет интересно. Но те, кто хотят заниматься проповедью, то он просит, чтобы я их показала, рассказала и передала этот материал. Поэтому, поскольку это не на утренних, не на вечерних, это можно, например, выбрать время, пока мы здесь, и днем просто приехать ко мне туда, прийти, и я там покажу этот материал. Это очень хороший материал. Это очень хороший материал. Это очень хороший материал. Когда кто-то говорит, что бхаджан, что бхаджан, что почему нужно бхаджан? Если у вас есть хорошая семья, то если бхаджан не проявляет, что бхаджан не проявляет, что бхаджан не проявляет. Он думает, что он вполне счастлив в своей собственной жизни. У него все есть. Машина, работа, дом, семья. У него все есть. Зачем ему какой-то бхаджан? А вот это вот... Человек начинает слушать об этом, смотреть на это. Ему начинает нравиться все это. И он вдруг понимает, что бхаджан-то ему тоже необходимо. А вторая яйца построена на очень замечательно подобранном материале о доказательстве существования Бога. Кто любит все на интеллекте воспринимать? Там все научно будет показываться. То есть не на основании доказательств, а именно научным путем. И иногда мы делаем бхаджан, иногда у кого-то есть проблемы, мы говорим, что мы пришли к Кришне-Канисиасиму, почему в моей жизни пришли к проблеме? Мы нашли к революции. А иногда люди, которые выходят бхаджану, они говорят, что там тоже есть класс, И он начинает искать виноватых в этих проблемах, потом думает, что может быть это и собачина начинается. Вот для этого тоже решает. Но вот это вот еще на русский не переведено, только первые две переведены. Как свою жизнь привнести в духовную жизнь. Как жить у себя в семье дома и совершать бажи. Ходить на работу и, тем не менее, совершать бажи. Очень хорошо, даже в этой классе. Очень красивая жизнь. Россия может поменять в этой классе. Если они дойдут до каждого, если хорошо преподнести, то все люди начнут заниматься бажи. У меня тут только вот этот мой маленький компьютер с собой не брала. Для переводов его неудобно использовать. Если у кого-то есть на два-три дня переносной компьютер, я бы продолжила перевод в следующих сессиях. В течение поездок сейчас это делаю. Если вы хотите, то по полчаса можно утром и вечером показывать. В течение по полчаса можно утром и вечером. Покажем после лекции. В течение по полчаса можно услышать этот брият бхат бхат бхатабритам. Он от Махараджи купил проектор, а я с него вожу такой маленький, хороший, портативный. Единственное, чтобы и компьютер был. Ну, компьютер вот он будет. Ну да, но... А вы мне его дадите найти? Нет вопроса. Покажем дальше. Я с Махараджи, я с Махараджи. Просто если с этого показывать, анимации нет. У вас компьютеры показывают, анимации. Он больше припоторе приспособлен. Окей. Биг арати? Нет времени. Нет времени? Нет, нет. Прасадам. Прасадам. Да, тогда не будет Прасадами. Нет, не будет Прасадами. Прасадам. Прасадам. Махапрасады кий-джай. Окей, один минут киртан, окей? Харикришна. Прасадам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok